Приветствую вас. Вот знаете, в таком небольшом предложении, да, вы допустили несколько ошибок, вот, ключевых. Знаете, вот честно, я когда думал, что буду заниматься психологией, да, то есть, когда собирался заниматься психологией, когда начинал заниматься и начал заниматься ею, я думал, что, ну, буду помогать людям в решении проблем, но я не думал, что мне придется указывать на ошибки людей, вот, причем на ошибки, да, какие ошибки, то есть, ну, понятно, что были обратные ошибки, иногда на ошибки указывать нужно, но я никогда не думал, что буду указывать на ошибки, вот, такие вот логические, логические ошибки, которые, ну, вот, в данном случае, в данном случае вы допустили, да, вот, то есть, я не думал так. Я думаю, простите, пожалуйста, я знаю, что вам это, возможно, будет неприятно, ну, вот, ну, тем не менее, если вы сейчас для себя это все уясните, если вы сейчас для себя это поймете, то, возможно, у вас будет реально шанс что-то изменить, возможно, у вас будет реальный шанс что-то исправить. Если вы действительно хотите попросить отношения, да, отношения, да, здоровые, истинные, и так далее. А сейчас, вы пишите, мне не везет в любви, когда уже появится принц? Ну, я отвечаю, изгодя из того, что это не прикол, да, это не какой-то троллинг, да, а, в общем-то, серьезный вопрос, то есть, серьезно вы считаете, что вам не видят любви, и серьезно вы спрашиваете по поводу того, когда появится стринк. Значит, первое, то, что вам нужно увидеть, то, что в любви не может везти или не везти, то есть, если вам не везет любви, да, то есть, если какие-то вот ситуации повторяются с периодичностью, да, то здесь имеет место быть ваше поведение, которое снова и снова приводит вас к определенному результату. Это не невезение или везение, это ваши определенные действия, это ваши определенные поступки, и именно это приводит к тому, что у вас имеют место быть сложности. Вот. То есть, это первое, везение, невезение, нет. Говоря о везении, вы сбрасываете в себе ответственность за происходящее с вами, то есть, вы как бы говорите, что, а, ну, мне что я могу поделать, да, в общем-то, от меня мало чего зависит, я вообще ни на что не влияю, вот, и так далее. Это, 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 это не так, это не так, вот, поэтому в любви вам не невезет, просто вы как-то вот выстраиваете свое поведение так, что что-то происходит. Ну, нужно проанализировать такие аспекты, как всю парадигму вашего поведения, всю вашу женскую модель поведения, вот, элементы восприятия мужчины, то есть, как вы восприятия мужчины, воспринимаете мужчину, как вы его видите и так далее, вот. Что вы подразумеваете под любовью, потому что, еще раз повторю, в любви вести не может. Вы либо начинаете любить кого-то и любите его, и здесь вся разница в том, любите ли вы взаимно или любите ли вы невзаимно, и как вы это воспринимаете, позитивно или нет, вот. Или вы не любите, но испытываете другие чувства, которые, ну, могут вам интерпретироваться как любовь, то есть, эти чувства могут вот вам, именно вам и восприниматься так, но на самом деле это может быть не любовь. Вот и все. Понимаете? И все. Больше нет никакого объявления. То есть, как бы, кого вы полюбите, да, зависит исключительно от вас. Это может быть любой человек и, как бы, не важно, кто это, вот. А самое главное, чтобы вы не чувствовали вред. То есть, ну, чтобы вам не было вреда от этого, от любви. Вот. Чтобы любовь вам не вредила это чувство, если они искренне, если они настоящие, да, то они не будут никогда, ну, вредить. Вот. То есть, это вот очень, очень важно понять этот момент для себя, выявить его и взять ответственность на себя за это, за это чувство. Разобраться в нем. Как вы его понимаете, что из себя представляет это чувство. И так далее. Вот. Следующий аспект. Значит, а для чего вам любовь нужна? То есть, вы хотите встретить принца, да, пока мы не будем говорить о том, что это значит, да, ну, что такое принц. Зачем? Чтобы что? Какие желания у вас? Какая цель? Вот. Для чего любовь? То есть, очевидно, что если вы говорите, что вам не ведет любви, значит, вы достаточно, ну, долгое количество времени пытаетесь эту самую любовь встретить свою. И совершенно очевидно, что не получается. Вот. То есть, есть желание, желание есть, стремление есть, а вот результаты не получаются. То есть, здесь прослеживается элемент сверх мотивации. И нужно определить, что это за мотивация. Что это задает ей, такой тон, что это дает ей, такой стиль. То есть, почему у вас пока мотивация, почему вы замотивированы встретить своего мужчину? Какие желания за этим скрываться? Это нужно отдельно выделить. И отделить. Отделить желание от самого человека. Потому что человек ваше желание удовлетворять не должен. Он может, но не должен. Это, наверное, понятно. Вот. У него всегда есть выбор. То есть, у него всегда есть выбор. По сути. У человека. Всегда есть выбор, удовлетворять ваше желание или нет. Он может это сделать. Он может это сделать. Ого. А он может этого не делать. Вот. Который включить на его выбор. И вам, вот что важно, да, вам любой, вот абсолютно любой его выбор, да, нужно быть готовым принять. Если вы любой выбор принять его не готовы, то, соответственно, уже можно говорить о том, что у вас не любовь, да, а что-то другое. Что-то другое. Не любовь. Вот. Ну, опять же, я здесь понимаю, что это может быть достаточно жестко. Вы можете с этим не согласиться, но тем не менее. Тем не менее. Дальше. Вы пишите, когда появится принц. Да, то есть вот здесь еще одна ошибка. Принцип не бывает. То есть на свете не существует принципов. Существуют люди. У кого-то есть недостатки. И вам эти недостатки всех людей нужно принять. Для этого необходимо, чтобы вы приняли свои недостатки. То есть, в первую очередь вы принимаете свои недостатки, а потом вы принимаете недостатки других людей. И после этого вы можете общаться, взаимодействовать, встречаться, наступать в отношения с кем угодно. И с нами свободный в своем выборе, вы уже можете серьезно выстраивать отношения с людьми. Вот. Еще раз. Принц – это идеализация. Идеализация мужчины. И оторвана, соответственно, от реальности. Вот. Идеальных людей не бывает. Но вам, что, вот что важно понять, да, что важно понять, то, что вам может быть концепция принца, она вам может быть нужна для чего-то. То есть, например, например, подсознательно, она, это концепция, концепция защищает. Подсознательно, это концепция защищает вас от близости. От настоящей близости с людьми. Вот. То есть, вы хотите столько принца и ни на кого меньше вы не соглашаетесь с принца, соответственно, нет и вы одна. Тем самым вы достигаете своей мировоззренческой цели, то есть экзистенциальной цели, вот, например, которая заключается в том, что вы там, грубо говоря, должны быть одна. Ну, грубо говоря. Ну, вот. То есть, тут, может быть, пока вот ещё история и, конечно, понятно, что это неприятно и понятно, что вполне возможно, что вы с этим не согласитесь, но тем не менее. Тест идеи принца или культ принца, как хотите это назвать, но нужно разве ничего. Обратите внимание на то, что вы задаете очень детский вопрос. Да, то есть, когда появится принц? Никогда. Теперь, пока вы сами не будете проявлять активность и активность направлена не на поиск принца, а на реализацию себя самой, принц не появится. Зачем вы ему? Зачем вы принцу? Вот, серьёзно. Для чего вы принц, если вы просто ждёте его и всё? Он найдёт девочку другую, которая будет более активна, чем вы. Более находчива, чем вы. Менее замотивирована в отношениях, чем вы. А значит, более ценно, чем вы. Вот, это неприятно, но это нужно, это нужно тоже вам принять. Вот эти вещи вам тоже нужно принять. Вот. Потому что, только если, только если вы данные аспекты всех примете, только если, у вас появится реальный шанс, что кто-то изменится. А пока, к сожалению, пока, к сожалению, у вас есть с этим большие проблемы. Что это у вас идеализация, у вас перенос ответственности и у вас как бы сверхмотивация. Вот. И это всё мешает. Это всё очень-очень-очень мешает, к сожалению. Вот. Вот. Примерно так вам можно ответить на ваш вопрос с точки зрения психологии. Почему у вас не получается отношение? Почему у вас не складываются отношения? Нужно разбирать. Как правило, проблема кроется в негативных установках, в негативном восприятии пола, пола. То есть, ну, в том числе, в том числе, своего пола. Да? То есть, грубо говоря, как я вижу себя, как я себя представляю. Вот. Ага. Значит. И, соответственно, страхов. То есть, вот, есть, возможно, у вас определенные страхи, которые, ну, начиная вам, опять же, раскрыться, чувствовать себя свободно, естественно и так далее. Без естественности, соответственно, отношения построить не получится. Вот. Ага. Поскольку все отношения с полами, противоположним, своим полом выходят из семьи, да? То есть, семья, это, ну, первая, первая, это, так сказать, арена, где еще человек учится в таком взаимодействии, то, соответственно, первое, что нужно сделать, это проанализировать ваши отношения в семье. Ваши. Вот. И особенно это важно, ну, что особенно важно, да, это проанализировать отношения с отцом. Вот. С отцом. Это очень важно. То есть, если вы хотите наладить свою личную жизнь, то нужно начинать работать именно с анализом взаимоотношений с родителями. Какая мама, какая папа, какой папа. Вот. И, соответственно, что вы из этого для себя выявили, вычленили, выделили и так далее. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, дополнительно пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.